В столице 16 часов вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Открыт в Казахстане межрегиональный центр ООН по целям устойчивого развития предлагает Касамжумар Токаев. Подобная координация позволит достичь их быстрее, по меньшей мере, странам Центральной Азии. Президент выступил на саммите Организации Объединенных Наций по ЦУР и разделил международную беспокойность о том, что глобальное сообщество не поспевает в области достижения поставленных задач. Как Казахстан предлагает решить эту проблему, расскажет Иван Тулинов. Каждая из целей устойчивого развития отражена здесь, в штаб-квартире ООН. Как напоминание о договоренности всех членов организации «Достичь их» к 2030 году. Победа над бедностью, голодом, качественное здравоохранение, образование, гендерное равенство. По мнению президента Казахстана, страны двигаются к поставленным целям недостаточно активно. Помочь, ускорить процесс поможет совместное партнерство. Начать это партнерство глава государства предлагает с объединения на региональных уровнях. Например, в Центральной Азии, по мнению Касымжумарта Токаева, необходимо открыть межрегиональный центр ООН по целям устойчивого развития. Я предлагаю создать межрегиональный центр ООН в Казахстане по ЦУР. Наш регион вступил в новый этап торгово-экономического взаимодействия. У нас одна судьба, и мы должны сообща решать общие проблемы и угрозы. Центр может сконцентрироваться на ускорении достижения ЦУР не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии и Афганистане. Страны движутся к целям устойчивого развития последние четыре года. Они были приняты в 2015-м. На сегодняшнем саммите ООН оценивает, насколько государства продвинулись к их достижению. Выводы и данные про ООН показывают, что 80% ЦУР интегрированы в стратегические правительственные программы. В 2018 году Казахстан, сотрудничая тесным образом с учреждениями системы ООН, внедрил институциональные архитектуры для содействия достижению ЦУР, включая создание руководящего совета. В Казахстане минувшим летом прошел первый форум ПАЦУР в рамках Астанинского экономического форума. А самое главное, эти принципы включены в политическую, экономическую, социальную и экологическую сферы страны. Несмотря на текущие проблемы на международном уровне, экономика Казахстана, как ожидается, будет поступательно расти. Я убежден, что моя страна сможет достичь устойчивого экономического роста, создать инклюзивное общество, развивать чистую экологию и строить эффективные подотчетные институты. Несмотря на то, что время выступления каждого спикера за этой трибуной ограничено всего тремя минутами, главе государства удалось использовать его в полном объеме, обратив внимание международного сообщества, в том числе и на то, что при достижении целей устойчивого развития необходимо обеспечить трату финансовых ресурсов разумным способом. А странам со средним уровнем дохода, к которым относится и Казахстан, требуется особое внимание и поддержка. Иван Тулинов, Едель Ирмикбаев, Антон Болтрушевич. При поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан из Нью-Йорка. В рамках одного из официальных мероприятий 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава государства Касымжумар Тукаев провел короткую встречу с президентом США Дональдом Трампа. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы и перспективы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства. Касымжумар Тукаев подчеркнул, что продолжит дальнейшее укрепление всесторонних отношений США в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной и глобальной безопасности. Касымжумар Тукаев также провел встречу с президентом Финляндии Сау Ленинист. Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и технологической сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Как подчеркнул президент Казахстана, Финляндия – один из ключевых партнеров нашей республики в Северной Европе и Европейском Союзе. Высоко оценив конструктивный и доверительно-политический диалог с Финляндией, Касымжумар Тукаев подчеркнул приверженность развитию взаимовыгодных отношений. По словам главы государства, наряду с реализацией договоренностей, достигнутых по итогам визита первого президента Нурсултана Назарбаева в Хельсинки в октябре 2018 года, поиск новых направлений сотрудничества расширит границы взаимодействия двух стран. После ее встречи со своим и афинским коллегой Касымжумар Тукаев провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Дадоном. Главы государства отметили положительную динамику дружественных отношений между нашими странами и подтвердили готовность к их дальнейшему укреплению. В частности, отметили необходимость активизации работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Президент Молдовы пригласил Касымжумар Тукаева посетить Кишинев с официальным визитом. Во время выборов нас сближает общее желание сотрудничать друг с другом, поддерживать друг друга, в том числе и в организации Минирной нации. Я знаю, что Молдова поддерживала нашу кандидатуру во время выборов в Совет Безопасности в 2017-2018 году. Мы за это благодарны. Уважаемый господин президент, уважаемые друзья, во-первых, очень рад, что мы встретились здесь в рамках ассамблея. Вот, я хочу еще раз поблагодарить за то, что в свое время мы поддержали нас, чтобы Молдова стала наблюдателем их хозяйства. Мы считаем, что это очень хорошая площадка, где есть и для Молдовы участников этого процесса очень хорошие перспективы. На двухсторонней основе, нужно отметить, что у нас очень хорошо развиваются отношения. У нас более 30 соглашений подписаны между нашими странами, которые практически по всем направлениям создали нормативную базу для сотрудничества. Серия двусторонних встреч президента Казахстана на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжила беседа с премьер-министром Люксембурга Ксавьей Беттель. Собеседники рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сделав акцент на реализации ряда перспективных проектов. Ксавьей Беттель, в частности, договорились активизировать сотрудничество в сферах космической промышленности и финансовых услуг, в том числе по линии Международного финансового центра «Астана», а также обсудили возможности взаимодействия в области цифровизации. Президент Казахстана Касамжимар Тукаев встретился с руководителем исследовательской и консалтинговой компании «Эврейжа Группа» Яном Бреймером. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, обсудили современные тренды в технологическом развитии. В завершении встречи президент Казахстана пригласил Яна Бреймера принять участие в работе международной дискуссионной площадки «Астанакла». Работу компании Goldman Sachs на площадке Международного финансового центра «Астана» обсудили президент Казахстана с руководителем компании. Касамжимар Тукаев поблагодарил Дэвида Соломона за его участие в реализации комплексного плана приватизации в Казахстане, а также вхождение в ряды акционеров биржи МФЦА в 2018 году. Президент Казахстана также выразил надежду на более тесное сотрудничество с Goldman Sachs в реализации новых проектов в Казахстане, в частности, расширение спектра взаимодействия с МФЦА и содействие выходу казахстанских компаний на IPO. Я выражаю свою благодарность за то, что вы стали одним из участников биржи МФЦА. Я знаю, что вы интересовались тем, как участвовать в проектах IPO таких компаний, как Казмунайгаз, Казпочта, Самрук Энерджи и другие наши компании. Нам был бы полезен ваш опыт и прошлое. Мы сконцентрированы на том, чтобы взаимодействовать с вами в течение долгого времени. Мы впечатлены тем, какую работу вы проводите. Наша команда вовлечена в этот процесс. Я надеюсь, что в 2020 году нам удастся реализовать план по участию в IPO и мы сделаем все, что в наших силах, используя наши глобальные ресурсы. В Евросоюзе высоко оценивают итоги председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН. Один из важных результатов этой работы – включение в программу органа по инициативе нашей страны вопросов развития безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Об этом в интервью нашему телеканалу в Брюсселе заявил специальный представитель ЕС по Центральной Азии Петер Буян. Европейский высокопоставленный дипломат отметил лидирующую роль Казахстана в поддержке сотрудничества сторон региона, включая Афганистан. Он также приветствовал предложение Казахстана о проведении в следующем году второго форума ЕС Центральная Азия по развитию межрегионального сотрудничества в нашей стране. «Успешное председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН и включением темы развития безопасности в Центральной Азии в программу этого органа демонстрируют огромную ответственность вашей страны и других государств региона в развитии общей безопасности, включая Афганистан. Мы видим лидирующую роль Казахстана в поддержке регионального сотрудничества во многих сферах. Президент вашей страны очень активно поддерживает формат регионального сотрудничества. Через реализацию стратегии ЕС по Центральной Азии мы надеемся поддерживать этот процесс. Сейчас мы впервые начинаем новый формат трехсторонних проектов ЕС Казахстана и Афганистана по поддержке образования афганских женщин и надеемся на внедрение такого формата и в других сферах». Продолжаем выпуск. Депутаты Сената одобрили поправки в соглашение с Россией по новым нормам жителям приграничных сел и городов Казахстана при пересечении границы на пропускных пунктах необходимо предъявить удостоверение личности или паспорт, а также адресную справку. Новый документ пришел на смену книги учета регистрации граждан, поскольку в 2011-м домовые книги в нашей стране отменили. Сегодня у нас в России официально есть 51 контрольно-пропускной пункт, из них 30 автомобильных, 20 железнодорожных и 1 речной. Для жителей приграничных регионов рассматриваемым соглашением предусмотрено 105 мест пересечения границы. За сутки указанные места пересечения границы пересекают до 1000 жителей приграничных регионов. В целом ситуация на казахстанско-российской границе является уникальной. Подобного режима работы нет больше ни на одном другом участке государственной границы Казахстана. Это еще раз подчеркивает характер стратегического партнерства Республики Казахстан и Российской Федерации. Для многих жителей приграничных регионов нашей страны российские районные и областные центры находятся ближе, чем эти же центры Казахстана. Нельзя также забывать о человеческих контактах между родственниками, близкими людьми и соседями. Кроме того, во время обсуждения поправок в закон по вопросам регулирования агропромышленного комплекса, сенаторы поинтересовались у министра сельского хозяйства Сапархана Умарова, какие меры принимаются для решения проблем Казагра. Глава ведомства сообщил о закрытии дочерних компаний. По его словам, это позволит сэкономить свыше 3 миллиардов тенге. Если раньше в состав Казагра входили 7 дочерних предприятий, то после реформирования 2 из них закроют, а одно попадает под слияние с аграрной кредитной корпорацией. Вместе с тем, в национальном холдинге планируют сократить более 1 тысячи сотрудников. Казахстан получает всего около 7% таможенных доходов от общего объема стран-участниц Евразийского экономического союза. Причина тому – высокая диверсифицированность экономик стран-партнеров. Об этом сегодня в столице Казахстана говорили участники Международной экономической конференции. Также, по словам экспертов, на положение дела сказываются и структурные схожести между экономиками государств, где главными источниками дохода продолжает оставаться нефтегазовая отрасль, тяжелая промышленность и сельское хозяйство. Подтверждение тому – попытки защитить интересы собственного бизнеса кратковременными запретами на ввоз в страны той или иной продукции. Надо все-таки здесь смотреть уровень дотации, какие страны сколько датируют свою экономику. У нас уровень дотации очень довольно-таки низкий, тогда как, допустим, в той же Российской Федерации, в той же Белоруссии, очень довольно-таки мощная дотация. И, конечно же, они выиграют пока конкуренцию. У нас отрицательные в некоторой семье и сальто. Активно использовать возможности социальных сетей призвал однопартийцев первый заместитель председателя партии Нуратан Бауржан Байбек. По его словам, можно наиболее эффективно решать вопросы казахстанцев напрямую, общаясь с ними в режиме реального времени. Также на заседании Комитета партийного контроля он сообщил, что в ряды Нуратан будут привлекаться новые кадры. В партии намерены решать системные проблемы и завоевывать доверие населения не словом, а делом. Только с начала года в общественные приемные Нуратан поступило свыше 143 тысяч обращений граждан. Сегодня очень важно, чтобы и мы сами, и депутаты нашей фракции в Мослихатах активно использовали возможности социальных сетей. Это возможность прямого общения с избирателем, с нашими гражданами и партийцами. То есть можно в режиме реального времени донести эти информации, вступать в диалог, объяснять, давать разъяснения, решать вопросы. И здесь, я думаю, это очень серьезный и важный актив. США убедили партнеров в Европе в бесперспективности ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майкл Помпео на Генассамблее ООН заявил, что совместный всеобъемлющий план действий не сработает и не принесет мир на Ближний Востоке за действием Ирана. Напомню, в мае 2018 года США объявили о выходе из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции. Через год президент Ирана Хасан Рухуни объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. На сегодня власти Ирана перешли уже к третьему сокращению своих обязательств. До 37 человек возросло число жертв мощного землетрясения в Кашмире. Ранее сообщалось о более чем 22 погибших. Еще около 500 жителей получили различные травмы. Их всех госпитализировали. Тем временем власти опасаются, что число жертв может увеличиться. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Землетрясения магнитудой 5,8 сотрясло Пакистан накануне. Подземные толчки зафиксировали в 170 километрах от Лахора, второго по величине города страны. Они были настолько мощными, что колебания ощутили и жители Индии. Пожары в Амазонии не прекращаются. С июля текущего года уже зафиксировано 224 тысячи возгораний в бассейне реки Амазонки. Пламя уничтожило 12 миллионов гектаров уникального тропического леса. Помимо Бразилии, огромные территории леса сгорели в соседней Боливии. Там сожжено 2 миллиона гектаров леса. Сейчас в стране на борьбу с пожарами мобилизованы свыше 5 тысяч человек. Однако этих усилий оказалось недостаточно. Власти запросили помощь по линии механизма гражданской защиты Евросоюза, которая предусматривает поддержку стран, пострадавших от техногенных и природных катастроф. Во Франции горит завод по производству химикатов. Инцидент произошел на северо-западе страны, в городе Руана. По информации пожарной службы, жертв и пострадавших нет. Причины пожара сейчас выясняются. В целях мер предосторожности местной власти распорядились о временном закрытии образовательных учреждений. По данным СМИ, на место происшествия прибыли около 130 пожарных, а вокруг предприятия установлено оцепление. И вновь к событиям в нашей стране. Вслед за главным врачом 4-та Алматинская горбольница Канатом Тизикбаевым изменена мера пресечения в отношении его коллеги Аскара Тмгушбаева. Медицинские работники были взяты под стражу за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Напомню, в конце августа в Германии погиб сын начальника городского департамента полиции. Операцию молодому человеку делали в Алматинской больнице, куда он поступил с травмами после ДТП. А затем его перевезли в Европу для дальнейшего лечения, где он и скончался. Накануне судебная коллегия Горсуда отменила постановление о содержании под стражей Каната Тизикбаева и изменила на новую меру пресечения в виде подписки на невыезде. Сегодня удовлетворено ходатайство и в отношении анестезиолога Аскара Тмгушбаева. В суд поступило ходатайство от Департамента экономических расследований о изменении меры пресечения в отношении Аскара Тмгушбаева с содержанием под стражей на другой вид, такой как подписка о невыезде и надлежащем поведении. Суд своим постановлением удовлетворил данное ходатайство. В настоящее время ведется по данному делу досудебное расследование и ведет его Департамент экономических расследований. В Мангуставской области возобновят вакцинацию детей от туберкулеза. В скором времени медики получат лекарства индийского производства. Напомню, в настоящее время прививки БЦЖ приостановлены не только на западе страны, но и по всему Казахстану. Причина – изъятие вакцины японского изготовителя в 35 странах мира. Между тем, врачи подчеркивают, что иммунизация необходима только в Мангуставу. За 10 лет заболеваемость туберкулезом среди взрослых снизилась на 75,5%, а среди детей на 89%. Сейчас медики отмечают положительно стабильную динамику заболевания. В 2018 году живо родившихся детей 20 088 детей. Из них было вакцинировано 19 147 детей. То есть выполнено на 95,3%. За 8 месяцев у нас получается на 93, так как была приостановлена вакцина БЦЖ. Вакцина БЦЖ в каком смысле нам хорошо помогает? Мы все-таки не говорим, что стопроцентно никто нам не даст, что ребенок вакцину получил и не будет болеть. Да, может заболеть ребенок, но без осложнений. На этом пока все. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok